В этом супермаркете в Копенгагене не увидишь рулонов с полиэтиленовыми пакетами. Продавец также не спросит, нужен ли вам пакет. Здесь решили полностью отказаться от пластиковой упаковки. Её заменяют стеклянными банками и бутылками, а также тряпичными мешочками и бумажными пакетами. «Когда мы покупаем рис, огурцы и приходим домой, то просто срываем пакеты и выбрасываем их. Это какая-то бессмыслица. В этом месте можно купить продукты и ничего после этого не выбрасывать». Супермаркет открылся в столице Дании этим летом. Он первый в своём роде в городе. По словам его директора, покупатели уже отмечают, что их мусорные корзины дома стали заполняться реже. «Здесь используется стеклянная тара, хлопчатобумажные пакеты и пакеты из биоразлагаемой бумаги. Люди используют эти упаковки повторно. Она постоянно им служит. В этом весь смысл – использовать не пластик, а многоразовые материалы». Здесь продают фрукты, овощи, орехи, бобы и злаки. В общей сложности – 400 наименований товара. Есть здесь даже органическое вино. Его разливают в многоразовые стеклянные бутылки. Когда вино заканчивается, ёмкость можно принести обратно. Её помоют и пустят в повторное использование. «Вы покупаете ровно столько, сколько вам нужно, вместо того, чтобы покупать фиксированный объём продукции. Таким образом, меньше еды окажется на помойке, поскольку вы приобретаете определённый объём». Самая большая трудность таких магазинов – укоренившиеся привычки покупателей. Однако посетители говорят, что рады их изменить. «Думаю, многие хотят понять, как могут помочь. Утилизация отходов – это важно. Люди к этому привыкли. Но я думаю, что это – отличный способ уменьшить объём отходов». Согласно статистике, каждый датчанин в год производит 759 килограммов отходов.